Ребята, всем привет! Короче, самое время приготовить чизкейк. Короче, завтра у меня туса. Я решила, что никакие планы свои отменять я не собираюсь. Из-за того, что у меня сломана нога. Я решила, что моя туса в честь Нового года остается в силе. Я, правда, приеду на полтора часа и еду. Короче, поэтому мне нужно приготовить сегодня чизкейк. Потому что я хочу приготовить чизкейк по радости. Так, погнали. Первое, что нам нужно сделать, это размельчить печенье. Что с прической он мне нравится? Для основы чиз... Не очень. Теперь... Подожди. И разогреваем вот так. Мама, как всегда, хочет спать, как всегда, возмущается. Ну, ничего, выдержать, сиральчик посмотрим. Конечно, без мамы бы я не справилась. На костылях не особо удобно. Вот. Кстати. Мы достали наш чизкейк. Посмотрите, как он поднялся прям. Несем его на балкон, оставляем на целую ночь. А сейчас мы ложимся спать. Ура! Время сейчас. Без 20 часов. На мейк. Итак, первый день на костылях закончился. Я себя поздравляю. Осталось еще 30 дней. Так. Значит, мне уже надоело. Этот гипс, это лангетка. Я не знаю, что это. В общем, я хочу купить такую штучку. Как девочка в инстаграме показала, я выложила ее к себе в сторис. Ссылочка на мой инстаграм. Вот. Мне очень понравилась вот эта вот штучка вместо гипса. Ребят, всем привет. С вами Ксюша. Сегодня 4 февраля. Возможно, именно сегодня мне снимут артез. Изначально у меня же был гипс, но он был такой неудобный. Он мне сдавил всю ногу. Просто. Поэтому мы и сделали артез, собственно. Те люди, которые ходят в гипсе, вы просто герои. Серьезно, респект от меня отдельный. Очень советую вам взять какую-нибудь вот такую штучку. Это гораздо удобнее. Ну, конечно, если есть возможность. Короче, предыстория. Я сломала ногу 23 декабря в школе. Мне сказали ходить в гипсе от 4 недель до 5 недель. Прошло уже гораздо больше. Месяц был 23 января. Сейчас 4 февраля. На самом деле, мне понравился мой больничный. Я за время больничного сделала очень много дел. Записала два трека. Отпраздновала Новый год в гипсе. У нас каждый Новый год просто какое-то отдельное событие. Традиция уже. Второй год под... А я, ребята, просто горю желанием поехать снять артез. Поехать сделать рентген. Поехали быстрее! Посмотрите, какая у нас погодка. Короче, заходим. Очень надеюсь, что мне сегодня снимут гипс. Прям вообще капец. Смотрите, кстати, какой я ношу сапог на улицу. Я вижу, что вообще модно. Пожалуйста, помогите. Помогите мне. Так, меряем температуру. По традиции. Приду. Ну, как вы уже поняли, я, собственно, это и делаю. Как видите, я уже приступаю. Я, в принципе, могу прям пройтись. Это будет гораздо быстрее. Но куда нам торопиться? До закрытия еще есть время. Впереди у нас целый месяц. Мы можем хоть целый месяц ходить с золотого яблока. Давай по порядку. Будем просто идти и смотреть, вспоминать, что нам нужно. Давай мы сначала дойдем, ты будешь снимать, потому что я могу... О, это папа? Да, это папа. Так, ребят, короче, я просто в шоке. Папа-то думает, что мне сняли все. Какие мы счастливые. А вот ноу. Короче, я хожу в нем еще до конца месяца точно. А там посмотрим, срослось или нет. А у нас, между прочим, были планы. Мы хотели через 10 дней делать кое-что-что грандиозное, но все как обычно.